Партнер этого видео аукцион Виолити. Ссылка на YouTube канал и аукцион в описании под видео. Совсем скоро будет розыгрыш, так что следите за новыми роликами. Всем привет, друзья! В прошлом ролике на тему янтаря вы написали очень много вопросов, много комментариев. И мы обещали с Александром, что снимем для вас второй ролик на эту тему. Так что это будет именно этот ролик. И в этой части вы узнаете, как отличить три вида янтаря. Современный янтарь, старинные плавленые бусы и современный прессованный янтарь. И начнем с небольшого интерактива. Сейчас вы видите перед собой разные типы бусов. Я подпишу их разными номерами, а вы попробуйте угадать, где, какой вид янтаря сейчас может быть. Саша, расскажи, пожалуйста, из каких вариантов можно выбирать людям и писать в комментариях. Самые распространенные варианты на сегодняшний день, которые вы можете найти в интернете и на рынке, это старинные бусы больше всего их, старинные бусы, это советские бусы, которые носили ваши дедушки, бабушки. Это плавленый янтарь, как правило. Либо натуральный янтарь. Вот натуральный встречается намного реже, чем плавленый. И есть также современный пресс. Как правило, это пресс. Есть и резные бусы, но мы будем сегодня говорить о современном, состаренном прессе, который старят под якобы старинный янтарь. Почему важно эту тему сейчас обсудить? С чем связано с тем, что вот эту тему нужно поднимать сейчас? Да, классный вопрос, потому что старинные бусы, плавленные, будут стоить примерно по 10 гривен грамм, а натуральные бусы будут стоить по 30 долларов за грамм. То есть это разница существенная. А, например, пресс, который вы можете купить, который вам могут предложить по 30 долларов за грамм, к примеру, будет стоить всего лишь по доллару или 2 за грамм. То есть это важно для людей, которые сами будут продавать, понимать, либо даже тех, кто хочет инвестировать и покупать янтарь. Да, да, чтобы не ошибиться с ценами, потому что разница колоссальная. И тогда, ребята, вот сейчас можно написать в комментариях, как вы думаете, что за вид янтаря используется в номере 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5. И теперь с чего можно начать рассказ, Саш, вот по поводу этих бусов. Да, начнем, наверное, с самых распространенных бусов. Это плавленный советский янтарь, это под номером 5. Вот, вот такие вот бусики. Они бывают коньячные и медовые. Сейчас мы видим медовые бусы, они бывают менее прозрачные и более прозрачные. Ну, как правило, вот такие вот самые распространенные. Какая в них особенность, расскажи мне. В них особенность, что они самые дешевые, вот, и самые интересные по старинности. То есть, вроде как и антикварные, но в то же время и самые дешевые. Да, бывают современные более дешевые бусы, но они выглядят значительно хуже. То есть, цена, качество и красота – это самый топ бус янтарных. Понять, вот бусы обтачивались или нет? Вот сейчас вот эти бусы, их отдельно натирали, возможно. Все бусины одинаковые, никакие без... А, по размеру? Да, я думаю, что по размеру. Вот, можно смотреть сколы, здесь вот можно увидеть какие-то небольшие трещины, микротре. Вот, кстати, вот такие трещинки, если вы видите, то они не влияют на красоту, на состояние бус. То есть, с ними можно смело бусы брать, это поверхностные трещины. То есть, это на всех бусах старых они появляются, поэтому ничего страшного в этом нет. А так, конечно, смотрите, если есть на бусинах какие-то значительные повреждения, трещины, то это может роль играть. Отверстия могут быть, да, еще, то есть, кто-то говорит, припаливал их. Да, припаливания часто встречаются, сколы у таких небольших часто встречаются. Но если вы покупаете для себя или в коллекцию, то такие небольшие сколы, они роли не играют. Если, по крайней мере, на таких бусах. Понял. Хорошо, тогда с этими бусами мы закончили. Да, давай перейдем к следующему виду. Следующие, давайте покажем. Следующие, это натуральные бусы. Друзья, угадайте, тут и правда можно погадать, какие являются натуральные. Я думаю, натуральные это вот эти, номер 4. Нет, Алексей, ты не прав. Это тоже натуральные, но прессованные. А натуральные резные, назовем их так, потому что вас могут немного обманывать. То есть, могут говорить, например, это натуральные бусы. Но все, которые вы видите, являются натуральные, без примесей. Может, с примесями краски небольшой. Но по факту все эти бусы являются с натуральным янтарем. Но резной именно янтарь, который вырезан из цельного куска камня. То есть, берется камень и вырезается. Это конкретно номер 2 и 3. Ага, 2 и 3. Да. Я больше по монетам Украины. И поэтому я не угадал. Но давай, хорошо, давай покажем что-то ближе к кадру. Да, вот это бусы, которые можно определить легко по фотографии, по видео, что это являются натуральными. Как это сделать? Значит, во-первых, они, как видите... Давайте я положу сейчас. И скажу, что, как видите, тут всего, наверное, двое, да? Двое-трое бус, как вам видно. Вот я не совсем знаю, как вам с кадра будет видно. Но двое-трое бус, которых различается цвет самих бусин. То есть, к примеру, на номере 5... Вот это ты имеешь в виду? Да, да. Вот различия вот таких. Вот, например, на номере 5 и на номере 1 различия нету в контрасте бус. На номере 2, 3, 4 есть. Ну, на номере 3 не сильно заметно. Ну, да, чуть-чуть есть. Да, и вот как раз номер 4, где видно контраст, номер 2 и номер 3, это... Номер 2 и 3 это натуральные бусы, номер 4 это современный пресс. Вот, который стараются подделать под натурой. Под такие вот натуральные бусы. Да, вот именно. Вот, то есть, первый признак, но не самый главный, это то, что чуть-чуть различается цвет. Натуральный, натуральный, можно написать. Немного отличается цвет... Каждой бусиной отличается цвет. То есть, это же могут набирать, то есть, это же нанизывается на нитку, и могут специально поддать другие бусины по цветам. Да. Ну, вот там, где их не выдают за современные, за старые бусы, это вот 5 и 1, то там, видите, такого не делают. Вот. Значит, следующий признак, это и основной признак, это вот такие вот разводики. Давайте ближе покажем, что именно... Вот, к примеру, вот такие штучки. Ну, так, можно ладошки просто, да, показать. Вот, вот это, кстати, это самые ценные, вот эти бусины, которые вы сейчас видите в кадре, это самые ценные, самые такие просто определяемые бусины. Что значит, самые ценные? Самые ценные, вот в них есть вот такие рисунок, разводы, вот. И это является самым ценным как раз бусинок. То есть, это красиво, да? Да, это красиво. Какие еще бусины красивые? Ну, то есть, к примеру, вот такая бусинка, как вот вы видите, что появилась в кадре, вот эта вот, она без рисунка, и она похожа больше даже на плавленый янтарь. Вот, поэтому ее цена ниже. А вот эта бусинка правее, которую вы видите, прозрачная, то она еще по цене ниже, потому что она совсем... Нет-нет, вот прозрачная вот эта вот. Вот. Она совсем дешевая в цене, если бы только такие были, потому что она вот как раз как обычный там прессованный или плавленый янтарь. А вот такие с разводами вы уже бусина не встретите в плавленом янтаре. Ну, по крайней мере, такой же красоты. Вот. Значит, вот эти бусы, они менее ценные, чем эти. А вот эти вот? Номер три. Номер три бусы, они менее ценные, чем номер два, из-за того, что как раз в них нету такого рисунка яркого, ярко выраженного, нету различия между бусинами. Потому что люди, коллекционеры и те, кто покупают за границей, они любят как раз вот такие бусины, которые разноцветные, скажем так, разнооттенковые. То есть их коллекционируют, коллекционеры, да, как инвестиции, используют. И, может быть, еще для чего-то. Ну и носят. Носят. Давай тогда покажем. Мы показали вот эти бусы, вот эти бусы крупно показали. Эти космонии еще не показывали. А, или можно показать, да, крупным. А они, получается, отличаются, что нету, нет здесь бусин, которые сильно отличались бы под цвету, старинные. Такой вот нет, да, вот этих разводов, темных, там, каких-то глубоких рисунков. То есть они приблизительно все, да, вот так на руки хорошо смотрятся. Самое главное, что нету яркого рисунка. Вот если вы посмотрите, здесь вы не найдете яркого, такого ярко выраженного рисунка, как есть в бусинах. Прямо на всех, да. Но есть, кстати, вот темнее, вот если посмотреть, вот на вот эту бусину. Да, на темнее, поэтому... То есть пока что-то более светлее, да, вы более темнее. Это как-то влияет на стоимость? Да, чуть-чуть влияет. Это лучшее стоимость? Это хорошо. Я, ну, я отлично думаю, что, да, лучшее то, что я вижу по рынку. А хотя вот рисунки какие-то все-таки есть. Да, потому что они натуральные. Мы и будем сейчас учиться определять бусин по тому, есть ли рисунок в принципе. И я буду показывать, как увидеть этот рисунок, даже если вот таким невооруженным глазом их не видно. Окей, давай дальше. У нас 10 минут ролика уже идет. Что сейчас мы будем делать? Вот, дальше номер 4 давайте быстро посмотрим. Это пресс, как я сказал. Что такое пресс? То есть это... Это делается, насколько я понимаю, вот эти бусы, они делаются с пудры. То есть есть формованный янтарь и прессованный янтарь. Я тут не буду, как бы, гарантировать правдоту своих слов. Вот, потому что не сильно разбираюсь в этом. Но, в технологии производства вот такого пресса. Но, насколько я понимаю, вот есть плавленый янтарь, который делается с пудрой. Есть формованный. Формованный, сейчас я вам один шарик покажу формованного янтаря. Да, формованный янтарь. Как определить формованный янтарь от плавленого этапа? Вот таким микро, если вы видите, вот такие трещинки, как будто идут на нем. Да, вот. То есть это, в принципе, достаточно хорошего качества. Тут не сильно видно вот эти расколы. Но он как делается? То есть берутся мелкие кусочки янтаря и формуются под давлением, там, с температурой, точно не скажу. Формуются вот в такую форму. Или, точнее, форму формуются в какую угодно, а потом вырезается вот такая форма. Но характерно это то, что вот есть такие вот трещинки в них. Но, на самом деле, это очень крепкое изделие. То есть вы его никак не сломаете, там, вот, легко. Вот. Вот так вот. Окей. Собственно, теперь покажем, я думаю, да, как определять янтарь. Да. Как различать его. Значит, вот это плавленый янтарь, мы его крупным не показали, но как раз сейчас покажем, когда будем проверять. Вот этот плавленый янтарь интересен тем, что в нем есть небольшие разводы, так же, как в номере 2, 3. Да, как в номере 2 и 3. Но разводы здесь, видите, идут, вот если... Ага, вот. Так, вот, вам видно сейчас. Здесь они идут по кругу. То есть его мешают, как, я не знаю, как згущённое молоко в банке. И видите, вот тут идут разводы, получается, по кругу. Круговые такие, видно, что круговое образование есть. Но вот в настоящих бусах такого нету. Тут идут, видите, они хаотичные. Вот, сейчас мы, наверное, видим. То есть здесь идут разводы более хаотичные. На видео, к сожалению, очень прям четко это все не покажешь. Но я думаю, вам и ясен принцип. И поэтому, кстати, на аукционах продаются вот именно с фотографиями на просвет, да? Да, да. Потому что как раз, когда есть фотографии на просвет, то человек хочет показать, скорее всего, что это или не натуральный, или натуральный. Чаще, наверное, что натуральный. Скажи, пожалуйста, наверняка у кого-то из подписчиков что-то лежит, такие бусы. И они не, ну, скажем так, хочется на что-то поменять более прикладное, да? Купить себе домой что-то. Какой формат бус ты для себя покупаешь в коллекцию? Ну, в коллекцию, как видишь, у меня все форматы бус есть. Но самое интересное, это... Ну, кому, да, с какими вариантами можно писать? Да, написать, на самом деле, можно с любыми вариантами. Самые интересные и дорогие для вас, это 2 и 3. Вот, самые интересные. Самые распространенные, это номер 5. Если они есть, тоже пишите, это тоже интересно. Вот. Сейчас я покажу вот эти. Это интересные бусы тем, что в них почти нету развода. Видим их невооруженным глазом, но как проверить их? Как вы можете дома в домашних условиях легко посмотреть и проверить? Вот, подносим фонарик и уже видно, что есть разводы. Если убираем фонарик, разводам не видно. Вот такой вот фокус. Угу, супер. Да. Вот и в каждом, в принципе, шарики должны видны быть разводы. Не каждый шарик я смогу на камеру показать, но вот невооруженным глазом мы вот видим, да, Алексей, что там есть разводы. Вот. Ну и, собственно, вот таким образом просматриваем. Ну, если вы уже увидели разводы вне, скольких шариков, то, скорее всего, остальные также натуральные. Угу. Вот. И теперь показываем вот этот пресс, который также, вот шарики мы видим, что они разного цвета. Такие мне почему-то они больше всего понравились. Как старые. Ну да, интересные, но, к сожалению, они не самые дорогие. Вот. Значит, здесь сразу мы видим, вот если поднести, да, ближе, вы, наверное, видите, что здесь уже нету разводов. Тут есть какие-то точечки, есть что-то есть, но какая-то структура, но не вот такие вот разводы характерные, как там. Вот эти бусины явно видно без каких-то разводов. И пробуем на просвет. Они будут сложнее просвечиваться немного. Да, очень плотно получается. Да, они более плотные, как раз из-за своей искусственной структуры. Вот. И, как видите, разводов совершенно здесь нету. То есть это делается из пудры лентарной. Вот так вот. Сейчас мы не показываем, как отличать ненатуральные бусы от натуральных, потому что вот такие вот продают ненатуральные с разводами и делая их искусственно поднатуральные. В этом видео мы не показываем, в этом видео, да, показываем мы, как отличать вот разные виды уже натурального проверенного. Можем написать, если, ребята, тема интересная, напишите, пожалуйста, в комментариях, и Саша расскажет про эту тему. Ну и вот, собственно, вот последние бусы, которые вы уже видели пару раз, здесь есть и посветить, но их видно и без фонарика, что разводов нет. Но если посветить, видите, разводов совершенно никаких нет. Вот так вот. Ну, они тоже красивые, интересные бусы. Из натурального, но прессованного, плавленого янтаря. Вы можете писать, я буду рад, если вы напишите с консультацией, с любыми вопросами, касаемо янтаря, кораллов, бакелитов, бакелита. Вот. Ну, собственно, вот здесь представлен янтарь, поэтому пишите с вопросами по янтарю, по тому, как отличить натуральный от плавленого, от старинного или состаренного. Вот. С любыми вопросами обращайтесь, буду рад помочь с оценкой янтаря. Да, ребят, спасибо, что посмотрели этот ролик. Надеюсь, он был вам полезен. Стараюсь снимать ролики, которые действительно для вас какую-то вот несут хорошую пользу. И поставьте, пожалуйста, лайк, поделитесь этим роликом с тем, кому он может быть важен, полезен. Я буду вам за это благодарен. Всем счастливо. Всем пока.